Послание к римлянам святого апостола Павла Немощного в вере принимайте без споров о мнении Тут дело идёт о том, что человек в вере, то есть в религии, может разбираться-то по-разному Один много знает, другой ничего не знает Но если мы обратимся к внешней стороне религиозной жизни, то мы всегда найдём и здесь немало тех вещей, которые могут вызывать у человека сомнения, недоумения, протесты, осуждения и так далее Посмотрите, какие иногда идут богословские дискуссии, споры Боже мой! Это, кажется, земля-развестница Так вот, когда человек только приходит к вере, оставьте вы это всё Дайте ему главное Не спорьте вы о том, о том, с человеком, о том, что происходит во время причащения Ну, разве можно? Мы причащаемся к Христа и всё! И всё! И не спорьте о том, что правильно, присуществление или приложение, импонацию, протестанты и так далее Зачем это всё богословие? Это же просто неразумно! Нельзя же, нельзя же ученику первого класса говорить о материях высшей математики Попробуйте вот, скажите человеку, разве может быть, чтобы совокупность всех чисел, всех чисел была равна, например, только всем чётным числам? Это, конечно, половина! Ну да! Оказывается, надо знать такие вещи, что, оказывается, совершенно другие законы вступают в действие, когда мы касаемся бесконечности Одно дело конечной величины, другое дело бесконечной Так вот, и здесь поэтому нельзя вдаваться ни в какие тонкости, ни в какие детали Детали человеку, который только что приходит к религии, к вере, к Богу Надо говорить только о самых главных вещах Чтобы человек, услышав все эти вещи, не растерялся и вообще скажет Я вообще не знаю, куда я пришёл Вот так! Это называется немощная вера, то есть ещё он ничего не знает Ничего не знает, ещё не понимает Это и есть немощная вера Ему надо дать только самую суть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok